Невероятные флешбеки ученых, тайна материнского пламени, подтвержденная сильнейшая королевская воля, соломенные шляпы покидают Экхэт, конец пробуждению логии воды, новые награды за Мугевар в сегодняшней главе. Здарова, Хани Надзука Накама Надзука на связи. Наконец мы с вами дожили до тех времен, когда всемирный потоп после сообщения Водопанка начинает восстанавливать забытые материки древнего королевства. Арка Экхэт вышла довольно плотной, хотя на старте многим казалось исключительно перевалочным пунктом, и горлосеи отлетели обратно в Мориджо, и колоссальный вызов пяти не справился. Вы только посмотрите, сколько кораблей было выслано за Мугеварами, чтобы дать отпор этой новоиспеченной команде Йонку. А знаете, почему у них так и не вышло заарканить Мугевар, даже при том, что они использовали практически всю силу флота? А потому что они совершенно не обратили внимания на лучшую, по моему мнению, онлайн-игру этого жанра «Мир кораблей». Это игра от нашего питерского разработчика, в которой игроки могут сражаться на исторических военных кораблях пяти классов и тринадцати наций. Игрокам доступны сотни детально воссозданных стальных гигантов с уникальным геймплеем. Помимо красивых моделей кораблей, игра предлагает и шикарные виды, и красивые морские просторы с динамической погодой. Всё как на островах Грандлайны нового мира. А главное, мир кораблей отлично оптимизирован и хорошо играется даже на рабочем ноутбуке. Прямо сейчас в мире кораблей идёт аниме-коллаборация с известной визуальной новеллой «Бесконечное лето». Всех нас ждёт компания в стиле визуальной новеллы, которая отправит главных героев в новое приключение с возможностью спасти Славю и заполучить её в качестве командира. Появились и другие персонажи – Лена, Алиса, Ульяна и Юля также доступны в игре. При этом у девочек есть как анимация, так и уникальная озвучка. А ещё есть корабль Мика в чарующем камуфляже, так что ностальгируй, играй с друзьями и получай ценные награды. Новички могут активировать инвайт-код Суперстар 2024 при регистрации, чтобы получить премиум линкор 8 уровня и другие бонусы на 16 тысяч рублей. А также командира Лену совершенно бесплатно. Тут всё схвачено, это вам не хомяка тапать. В общем, смело активируй промокод Суперстар 2024, забирай Лену и отправляйся в бесконечное лето. Не повторяй ошибок горлосеев и прокачивай свои скиллы в мире кораблей. Ну а теперь, когда организован новый флот, можно смело переходить к 1123 главе. Хью, 1123 глава называется «Двухнедельная пустота» и ждёт вас нереальный флэшбэк. Сразу говорю, время приготовиться, ребята, там вам не хухры-мухры. На обложке мини-сериал 26-я часть. Ямато в наказание пытается съесть Одан вместе с тем, кого ненавидишь. Вот она, любовь, дружба и мир во всём мире. Спасибо, Ода, гений на связи. А теперь, с вашего позволения, переходим непосредственно к фреймам главы. Последствия королевской воли. Отзовися, Кхэт! Но ниды дозорные пытаются связаться по рациям. Что у вас там происходит, отзовитесь! Но каждый из этих баклажанов находится без сознания, даже вице-адмиралы. Маленькая бедолага Эс-Змея, то есть Лалюся Хэнкок, пытается разбудить вице-адмиралов. Она пытается в панике сообщить, что пираты соломенной шляпы вот-вот сбегут. И тут даже толп вайфу-дол до сих пор валяется без сознания. Нас резко переносят на корабль Эльбафа. Один из нонидчиков заявляет. Вожди, похоже, что они в самом деле повержены. Вот как, это удивительно. Говорит Брогги. А Дори дополняет его самым важным сообщением этой главы. Я вообще не почувствовал никакой враждебности. Должно быть, эта королевская воля сильнее, чем у самого Рожжевосова. Луфи радуется происходящему, смотря вдаль. И здесь немного остановимся. Перевод на русский здесь немного неточный. В оригинале там конкретно Дори говорит, что возможно, эта королевская воля выше, чем у самого Шанкса. Посыл именно такой. И самое главное, я вам раскрою тайну, когда через какого-то персонажа нам говорят, что возможно, это вот то, возможно, это сё. Это на 99% имеется правда. Так же, как Вегапан, когда звонил Драгону, говорил, что вот, возможно, он скоро умрёт. На самом деле, точно предсказывая свою гибель. Это делается для того, чтобы сохранить какую-то интригу для тех, кто не выкупает вообще никаких намёков. И продолжать поджигать дешёвый спор в комьюнити. Но в этой главе буквально подтвердили, что королевская воля Джойбоя из прошлого превосходит даже нынешнюю Шанксовую. А это вам не хухры-мухры. Короче, колоссальная инба. Поздравляю всех, кто верил и ждал. Кстати, для тех, кто просил. С этого ролика я буду дублировать видосы во Вконтакте. Некоторые почему-то наотрез отказываются оставаться на ютабчике и смотреть всё в идеальном качестве. Поэтому знайте. Можете искать по поисковым запросам One Piece или Анима Моритян. Теперь и в ВК-видео. Но отсюда, естественно, никто не сваливает. Да талово топим. После эпохального подтверждения от гигантов, что Джойбой круче самого Шанкса, Луфи в своей форме пятого гира благодарит поверженного Эммета. Спасибо тебе, гигантский робот! Хоть Луфи и угорает в своей дефолтной манере, робот уже не в состоянии ему ответить. Как я понимаю, он покинул нас навсегда и заснул вечным сном. И замечаете ли эту параллель, как Луфи угорает? Подох Вегапанк, ему смешно, робот сдох, Луфи радуется. Хорош, пацан. Ну, на самом деле, здесь всё чётко. О, да гейнин, спасибо за драматургию. Отлично, тогда пока они спят, давайте убираться отсюда. Призывают к отплытию гиганты. Будет сделано, капитаны! Вперёд, ребята! Поддерживают остальные нониды, между прочим, среди них уже поднявшиеся уймые каши. Мы отправляемся на Эльбов! Да! Корабль Саузен Сани прикрывает правый борт гигантов. Маленькая Джевил Рибонечка обнимает своего полудохленького папашку. Зараджура выдыхает, а усоп заливается смехом. Он очень сильно радуется встрече с гигантами и приветствует их вместе с малышом Чомпой. Луфи на отходниках принимают свою дефолтную форму после пятого гира. Нами подхватывает пацана. Где-то неподалёку Санжи Кьюн смотрит на бездыханное тело водопанка Вымогучевича. Я не понял, о чём ты, водопанк? Те слова, которые ты мне сказал. Значит, на этом твой трюк закончен, да? Эй, я плохо слушал, но ты говорил какие-то безумные вещи. Между прочим, для тех, кто не понял, здесь начинается оправдание Санжи Кьюна за то, что он не сберёг водопанка. Объясняю. Там в телеге у Мики, например, есть пост от якобы опять Оды, который, да, вот вчера вышел. Где тот объясняет, что оказывается это не Санжи виноват, что он не уберёг водопанка, а просто водопанк сделал специально всё так, чтобы потроллить фанатов Зоро. Там редактора уже настолько хер положили, что они от Оды уже выкатывают письма с троллингом своих же фанатов за собственных персонажей, оправдывая те или иные мувы, высмеивая тупое комьюнити, которое читает их мангу, чтобы вы понимали. Это даже, Стёп, выше моих наприкалываний, чтобы вы понимали. Но это дойдёт не до каждого. Пост в телеге у Мики, можете ознакомиться. Там инба. И тут начинается флэшбэк двухнедельной давности, где-то на Экхэт. В числовых показаниях электростанции есть аномалии. Ошибки быть не может. Пожалуйста, посмотрите на плотность количества частиц и поток нейтронов. Начинает свою речь Водопанк Вымогучевич. Да, если кто не знал, раскрыто полное имя доктора Водопанка. Потребление энергии серафимом растёт мало-помалу. Если это ошибка, то у нас серьёзная проблема. Добавляет Шака. Арере, это отличается от подтверждённых нами числовых данных. Да, и скорость реакции увеличилась. Но электростанция всё ещё работает стабильно. Сноска на полях. Арере, то есть алеле. Может быть, отсылкой к детективу Конону. Чё бы это ни значило. Я-то в курсе за мангу детектив Конона и её миллиард глав. Но чё это конкретно означает, я не в курсе. Если есть знающий, просветляйте. Действительно, это значит, что эти данные указывают на следы того, что пламя матери было кем-то украдено. Все числовые показатели на электростанции были точно подделаны. Единственный, кто на это способен, так это... Вегапанк? Могла ли это быть Лилит? Сразу подозревает самую топовую. И единственную выжившую из нормальных, не считая Йорк, оригинальный водопанк Вымогучевич. К сожалению. Единственные, у кого есть безупречные алиби. Это мы трое, находящиеся здесь. Вы, кстати, не замечаете уже по ходу этого диалога, что Шака как будто бы намного умнее оригинального водопанка Вымогучевича? Как же он намазывает больше, чем я с очередной главы? Количество украденной энергии колоссально. Значит, это может быть один из оставшихся четырёх, в частности, и Лилит. Вот почему мы должны перевести наши мозги в автономный скрытый режим. Верно. Если наши воспоминания будут загружены на панк-рекордс, Лилит, то есть преступник, сможет нас обнаружить? Водопанк Вымогучевич до сих пор пока подозревает Лилит. Да, главное в расследовании не выйти на самих себя. Водопанк – мой любимый персонаж One Piece. Флэшбэк перематывается на неделю вперёд, то есть неделя назад от нынешних событий. Это плохо, это очень плохо, я нашёл преступника, им оказалось Йорк. Что? Водопанк Вымогучевич и Шака не ожидали такого исхода. Её синхронизированная информация с панк-рекордс – это всего лишь ложные воспоминания. Я также убедился, что Дэндон Муш и наблюдения на месте преступления тоже были подделаны. Но зачем? И с какой целью? И ещё, прости меня, Лилит. Вы вообще поймите абсурдность диалога. Водопанк подозревал сам себя, но не ту нужную часть, которая предала его самого. Только Водопанк мог сам себя предать, сам себя подозревать, ошибаться и вывести на чистую воду. Ну, мужик, просто лучший. Я также нашёл доказательство, свидетельствующее о том, что кто-то использовал вооружённых морских зверей. Также обнаружены следы использования белый Дэндон Муш и ретранслятора, который используется для блокировки прослушки. Я понял, мы можем восстановить данные с Дэндон Муш и ретранслятора дальнего действия. Доктор Вегапанк исследует забытое столетие. Эта передача была отправлена на Мори Джо. До Водопанка Вымогучевича доходит, что повторное расследование Сайфер Пол было связано именно с этим сообщением. Этот умопомрачительный и невероятный флэшбэк двигается далее. Шесть дней назад. Похоже, что королевство Лулусия исчезло. Подробности пока не ясны. У меня плохое предчувствие. Пифагор, следи за радиоволнами и уровнем подземных вод. Будет сделано. Как вы думаете, это связано с похищением пламени матери? Да, похоже, что пламя матери было перевезено морским вооруженным зверем и передано мировому правительству. По моему мнению, мировое правительство обладает одним из древних видов оружия. И им должно быть понадобилась энергия пламени матери, которую Йорк украла, чтобы подпитывать его. Посмотрим, подтвердят ли доказательства мой вывод. Даже если это логичное умозаключение, трудно произносить его вслух. В конце концов, это моя вина. Только дурак позволяет своей жадности взять верх, а я пошел и реализовал свою. Как же он чувствует в этом моменте? Вот вы честно скажите, вы тронуты? Я прям, ну, не могу, у меня вот по щекам слезы идут. Такой серьезный момент сейчас, а? Хорошего, да. Гений. Можем ли мы схватить Йорк после того, как узнали правду? Нет, это уже слишком поздно. Какова бы ни была цель Йорк. Любой, кто хоть что-то знает о пустом веке, будет убит. Йорк показала свою значимость для них, передав материнское пламя. Пусть так и легкомысленно. Лучшее, что мы можем сделать, это использовать доверие как возможность определить их намерение в отношении пламени и попытаться смягчить ущерб. Стелла, у нас все еще есть шанс спастись, если мы сбежим прямо сейчас. Подготовьте лодку для других жителей Кхэт Квазар. У них все еще есть шанс сбежать с острова, но для нас это невозможно. Секретные приказы уже разосланы на все базы морского дозора. Нас будут преследовать до самого края света. В таком случае умирать в неизвестном месте будет просто бессмысленно. Более того, на острове есть то, чего не было у Ахары 22 года назад. А именно средства и оборудование, чтобы донести наши голоса как можно дальше по всему миру. Что вообще такое мировое правительство? Чем ближе к нему, тем темнее оно становится. Я должен умереть. Но я не умру просто так. Так, простите, что втянул вас двоих во все это. Не говори глупости. Мы тоже вегапанки такие, как и ты. Мы все думаем об одном и том же. Эх, глубоко и сильно. Вот они же вроде, да, это речь одного и того же интеллекта самим собой. Это один и тот же разум, поделенный на семь. Но Йорк почему-то наивная и тупая. По словам самого же водопанка. Это сильно. Шиза крепчала, кукуха на юг. Но стыло. Что на самом деле означает смерть для таких, как мы? Хороший вопрос. Есть еще одна вещь, которую мы должны сохранить. Наша технология создания облачных систем. Искусственные островные облака. В ближайшем будущем они сыграют ключевую роль в спасении человечества. И вот тут я намазал. Вот оно, ребята. Помните мои видосы про приколюхи с тем, как будет сломан редлайн и произойдет некий нарост почвы в нужных местах? Ну все, вот нам намекнули. Теперь все превратится на планете в огромную скайпию. Хорош. Ух, скорее бы этот шедевр узреть. О, да генин, спасибо за качественный контент. Как вам, пацаны, островные облака в виде абсолютно всех островов в будущем? Нормально? А, Стелла, что ты здесь делаешь? О, Йорк, это ты. Знаешь, все как и всегда. Если наши эксперименты по оптимизации пламени матери позволят ему снова двигаться, это будет большим прорывом в создании нашего идеального источника энергии. Водопанк Вымогучевич при помощи пламени матери пытался оживить гигантского робота Эммета. Это точно. Будет потрясающе, если мы достигнем этого в ближайшее время. Верно. Улыбается Водопанк самому же себе. Вы понимаете, насколько Водопанк не крыса? Он пытается обмануть сам себя, когда сам себя он уже обманул. И теперь, чтобы еще больше породить всю эту поруку лжи, он продолжает играть свою роль, идя на Оскар. Эх, Водопанк все-таки очень глубокий персонаж. Флэшбэк протекает дальше, два дня назад. Давай, попробуй заговорить, я запустил запись. Хм, проверка, проверка, прием, прием, раз, два, три. Внимание, мир, привет! Начинается запись того самого сообщения. Оно все никак не закончится, даже во флэшбэках оно только началось. Это доктор Водопанк Вымогучевич, величайший и самый скромный научный гений в мире. То, что мы сказали, станет большим шоком, верно? Возможно, но каждый имеет право знать правду. Никто не ожидает, что Дэнден Муш и Ретранслятор будет спрятан здесь. После моей смерти сообщение будет разослано по всему миру. Эх, хорош, целая голова из флэшбэка. Две секунды на благие дела. Пока Ютапчик не закрыли окончательно для всех нас, благодарю всех, кто поддерживает на стримах и на Бусти. Стримы то порой ломаются, а вот на Бусти элита остается со мной попрежде. Спасибо, каждого обнял и принял. Всех меньше, чем три. Эх, ну а теперь давайте дальше, там Водопанк еще продолжает во флэшбэке. Мы должны быть уверены, что никто ничего не узнает. Любая оплошность в нашем поведении может стать сигналом, который испортит все наши планы. Стереть наши собственные воспоминания это самый безопасный вариант. Не, ну гений. Тем не менее, последствия будут. Мы потеряем все воспоминания, связанные с этим делом. Тот факт, что Йорк украла пламя матери. Тот факт, что на карту поставлены наши жизни. Нам снова придется пережить все эти потрясения. Действительно. Страх, который мы испытываем за свою жизнь, будет совершенно новым для нас. Однако мы вовремя приняли контрмеры. Даже если все пойдет не по плану, это все равно будет наша победа. И происходит щелчок. Водопанк Вымогучевич стирает всю память из присутствующих. Хм, лаборатория исследования памяти. Что мы здесь делаем? Это что, написано мной? Всем доброе утро. Вы обнаружите, что вас трое. У вас стерты воспоминания двухнедельной давности по вашей собственной воле. Множество вещей, возможно, станут неожиданностью из-за этого. Что просто удивительно. Но я скажу тебе одну вещь. Мировое правительство узнало о наших исследованиях пустого века. Я уже принял всевозможные меры предосторожности. Тебе просто надо поверить в меня и умереть. О, и еще кое-что напоследок. Все три водопанков Вымогучевича охреневают после прочтения. Стелла. Йонко Мугивара Луфи и его команда вместе с Бонни высадились на берег. Также приближаются агенты Сайферпол. Кроме того, приближаются военно-морской флот, чтобы блокировать остров. Вместе с ними адмирал Кезару и один из Гарасеев, Святой Сатурн. После каждого этого абзаца водопанк охреневает и намазывает. Дальше флэшбэк уже подходит к нашим событиям, когда водопанк ехал вместе с Санджи, Фрэнки и Атлас. После того, как мы спасем Бонни, я думаю, было бы лучше, если я останусь на нижнем уровне. Что? Так ты ведь умрешь. Тебе больше не нужно помогать мне сбежать с острова. Я думал об этом. Просто дай мне умереть здесь. Санджи в тот момент не понимал, зачем же водопанк хотел покинуть этот бренный мир. Так что, фанаты Санджи, расслабляйтесь. Все он делал круто. Это просто авторское видение. Водопанк сделал все, чтобы реабилитировать крутого Санджи. Это далеко не так. Но я пришел к выводу, что моя смерть приведет в движение что-то важное. Это будет большой переполох. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как ты умираешь. Мы должны хоть что-то предпринять. Вспоминает Санджи свои же слова. Еще кое-что. Речь идет о One Piece. А как насчет этого? Я хочу, чтобы вы, ребята, были теми, кто найдет его. На этом я надеюсь. Хотя я молодой, наивный, зеленый, глупый поц. Что сообщение? Водопанка Вымогучевича. Закрылось и все. Больше я никогда не услышу этого дерьма. И мы перейдем на нормальные главы с отплытия Экхэт к легенде об Эльбафе. Чисто вашими молитвами я умоляю лук влепить. Там коммент напишите и молитесь вместе со мной, чтобы это закончилось, а. Выпьем за воссоединение со старыми друзьями. Кампай! Кричит усоп. Бедного Агуска Луфи сжимают в руке. Он просит отставить празднование на потом. Потому что сейчас он не в состоянии. Юху, мы отправляемся в страну моей мечты. На Эльбаф! Усоп радуется больше всех. А еще не знаю, обрадует вас это или нет, но в том самом письме от Оды, которая вышла вчера, написано, что раскрытие усопа не заставит себя ждать. И что он станет основной центровой фигурой Эльбафа. А то мы все с вами помните, на старте Ванна Назора надеялись. Но что, получили по итогу. Здесь, дай бог, персонажи не будут утеряны. И все будет, как ожидают читатели. Ну ладно, на следующей главе, наверное, нас ждут уже листовки. А то кто-то подумал, что бать в начале ролика. Да нет, конечно, листовки выйдут на следующей главе. Отвечаю. А то Лего ставлю. Ну а я на этом буду потихоньку заквадратняться. До скорых встреч. Компань.